Готовиться к обороне. Так. Есть, есть. Так, ну что, мы сегодня даем выездной урок до военной подготовки для жителей города Можайск, Московской области. Тут недавно шучили, когда мы в те выходы грузили. Занимаемся до военной подготовки. Мы не опера звонят. Говорят, что вас заяву накатали. Говорят, средь белого дня сволы продаете. Что у нас сегодня? Четыре точки. И вот, Вася, мой друг. Заслуженный медик. Сколько уже раз в зоне сволы был? Трижды. Трижды, да? Сейчас опять туда поедет. У нас одна из точек. Сегодня медицина и вас. Мы будем рассматривать тему внутривенных инъекций, кататаризации вены, а также оказание первой помощи при минно-осколочных взрывных травмах, при пулевых ранениях. И затронем тему эвакуации раненых с поля боя. Будет очень интересно. Приходите все. Все ходите в Ярополк. Ну да, да, да. Все ходите в Ярополк, но сегодня придут жители Можайска. Соответственно, вроде как организатор и администрация говорила, что будет сегодня 60 человек. Ну, приедем, посмотрим. Сегодня три учебные точки. Я, мой друг Александр и, соответственно, Василий разделимся на три равные части. Как, в принципе, мы делаем в нашем клубе. Понятно, что за один урок мы, в принципе, ничего не сможем. Это такая достаточно наука, очень долгое военное дело. Постоянно надо совершенствоваться, постоянно заниматься. Главная задача, чтобы людям показать, что военное дело это не так. Не по книжке ты взял, прочитал и все умеет. Ну и, соответственно, заинтересовать. Глядим, может быть, люди из Можайска будут там приезжать в клуб на довоенную подготовку. Так как к нам на занятия приезжают люди аж с того конца Москвы, с Балашихи. Там порой дорога занимает намного больше времени, чем из Можайска ездить к нам. У нас несколько человек даже из регионов приезжают, так местами неделю позанимаются, потом уедут. Время такое, конечно, не то, что любить Родину, надо знать и уметь, как ее защищать. Всем здравствуйте. Значит, меня зовут Илья Сергеевич, это мой друг Александр, это, соответственно, мой друг Василий. Не изменяя профессору, как говорится, знаю, спортивный патриотический, про пол, да и в принципе, в целом, звучит гимн Российской Федерации. Время затворную раму, есть затворную раму, вот, двигаем. И просто двигаем. Есть ли там матроны, патроники. Есть ли у них, все. Дальше. Второе правило безопасности. Я направляю оружие только туда, туда, хочу стрелять. Дальше. Мы включаем этот гранит. Здесь получается есть два положения, две риски. Автоматически окончить две риски и одиночно одну. Вот, зацвет. Делаю вперед. Выносим вперед. Ха-ха! Дальше. Дальше. Еще раз. Внимание. Есть за пять тысяч американские, но, как по мне, не важно, сколько он стоит, лишь гондро будет. Вот эта тоже простецкая штука, она реально. Дальше. Рад, про них я вам сказал. Понятное дело, что медицинские перчатки вам там никто одеть не даст. Да и неудобно. Пользуйтесь вот такими перчаточками, поедутыми. Самые для меня самые простенькие, но они, конечно, промыкают кровью. Конечно, да, конечно, ледная грязь, если он остынет. Но, когда вы будете нажимать ему на артерию, то у вас в руках не будет скользить. Резинку оденете, если у него тут все кровью залито, еще там что-то пахно прилетало. Резинку вы оденете, и вы ему просто ничего не пережмите. У вас будет скользить вот так по маслу. Реально скользить так по маслу. Так как запах крови вам еще не знаком. Еще этот запах в голову бьет. И еще у вас на все летает. Просто это вот, ну, выключает голову. Так, точка на разборку-сборку автомата. Там три тройки. Победить в каждой тройке, а потом сразиться за первую лестницу. Чтобы быстрее всех соберут, то есть обратно. Внимание, марш! Внимание, марш! Давай еще раз. Победа будет! Собирай! Победа будет! Победа будет!